Теперь о тайном, которое становится явным. На этой неделе МВД, а затем Служба безопасности Украины объявили, что на изъятых еще в декабре серверах с документами партии Батьевщина есть некие сведения о том, что все происходящее последние два месяца в нашей стране это тщательно спланированная акция по захвату государственной власти, которая предусматривала и массовые манифестации, и даже подготовку силового варианта развития событий. Эти кадры сняты в декабре прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов с разрешения суда проводят обыск в помещении одной из коммерческих структур по улице Туровской, 13, в столице. В этом же здании находится и центральный офис оппозиционной партии Батьевщина. В тот день здесь изъяли несколько серверов. Как потом оказалось, на них были и партийные документы. Чтобы изучить содержимое жестких дисков, следователям потребовалось несколько недель. Информация, которая местится на выученных серверах, относится деятельности Всеукраинского объединения Батьевщина, Та свидетельствует о том, что массовые протестные акции, которые начались в Киеве 21 апреля минулого года, не были стихийными, а планировались за здание. И есть данные, что при планировании этих акций предпочался так называемый вариант их развития. То есть такой вариант, за которым будет использована сила до митинговальников, это вызовет широкий резонанс и поддерживает авторитет действующей власти там президента. Первый зампред Батьевщины Александр Турчинов уже заявил, что расследование, которое ведет СБУ, направлено лично против оппозиционеров. Те люди, которые стоят на Майдане, все украинцы-патриоты, которые понимают, за что они стоят, за что они борются как в Киеве, так и в своих регионах, разумеют, что тут питание не в Батьевщине. Материалы, найденные на серверах, уже исследовали эксперты, а Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту действий, направленных на захват власти. Если факты подтвердятся, то обвиняемым по делу грозит наказание по 109-й статье Уголовного кодекса от 5 до 10 лет лишения свободы.